МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планы, тарифы, колдоговоры, профессиональная деятельность Елены Цыганковой связана с цифрами. И это очень интересно, считает начальник планово-экономического отдела. Свою трудовую биографию Елена Ивановна начала на космодроме Байконур. Там в ракетных войсках служил ее муж. Она своими глазами видела, как запускали ракеты, в том числе и самый сложный космический корабль «Буран». Это была наша молодость, глаза у нас горели. Вспоминает Елена Цыганкова и уточняет, что ее семья 11 лет провела в Казахстане, а потом вернулись на историческую родину, в Ангарск. И вот уже 25 лет наша героиня трудится на водоканале. Ей нравится быть экономистом, и она с удовольствием ходит на работу. Женщины водоканала, они отличаются чем? Во-первых, они социально защищены у нас на предприятии, понимаете? То есть у них оплачиваются больничные, да. У нас очень много социальных гарантий. Женщины водоканала – это женщины и женщины. Женщины, они все красивые, все славные, все добрые, все отзывчивые. Поэтому, думаю, что красивые и любимые. Светлана Матушевич – начальник смены цеха водочистных сооружений. В ее подчинение 6 машинистов, 2 оператора, электрик. Водоканал пришла по зову сердца. Об этой профессии мечтала еще со школьной скамьи. Когда на урок пришли представители Иркутского политехнического института и рассказали о том, что у них есть кафедра водоснабжения и канализации. Однако после учебы работала она совсем на другом предприятии – инженером-строителем. К счастью, мечты имеют свойство сбываться. И вот уже 18 лет Светлана Матушевич в составе трудовой сборной водоканала. Это нелегкая профессия. Нужно изучать инструкции, технологические процессы, новое оборудование. Однако, если вы любите свое дело, вам не придется работать ни одного дня. Не доставляет удовольствия моя работа. Мне нравится коллектив. Люди, которые меня окружают. Мне нравится место, где я работаю. Процессы, которые происходят, технологические вокруг меня, где я участвую. Где я могу принести пользу обществу. ИГУ. Биолога почвенный факультет. Татьяна Ковалева была отличной студенткой. Из вуза выпускалась красным дипломом. На водоканале ей были рады. И в ее трудовой книжке появилась запись. Лаборант химического анализа третьего разряда. А в 2005 году наша героиня в белом халате возглавила лабораторию предприятия. А еще получила второе высшее образование. Стала экономистом. Говорит, что это очень помогает в работе. Ведь начальнику лаборатории приходится делать множество расчетов. И экономических, и статистических. В подчинении у Татьяны Владимировны 19 человек. Все женщины. Участие в спартакиадах, выезды куда-то на природу. То есть у нас-то все организовывается, проводится. Женщины во всем-то активное участие принимают. Без женщин никак. Ну и такие чисто женские специальности, как, наверное, лаборатория. Мне сложно представить, чтобы здесь работали мужчины с нашими пипеточками тоненькими, всеми этими стеклянными колбочками. Хотя за границей это считается мужской специальностью. Людмила Тимофеевна Шиянова. Настоящая легенда водоканала. Ее знают во всех цехах и на всех производствах. К советам этой мудрой женщины прислушиваются и стар, и млад. Дело свое она знает на зубок. Трудовой путь на предприятии начинала в отделе благоустройства. После перекладывания сетей бригады водоканала сами наводили порядок. Восстанавливали газоны, бордюрные камни, садили деревья и кустарники, подстригали им кроны. Своей нынешней бригадой Людмила Тимофеевна гордится. Были слесари, а стали кто начальником участка, кто мастером, а кто и старшим мастером. Все получили высшее образование. И в этом их убедила наша героиня. Мужчины ее уважают и отзываются о ней с почтением и искренним восхищением. Тут надо психологом быть. Человека сразу, даже по походке уже знают, будет он работать или нет. И сразу видно, или он идет в развалочку, или идет парить действительно. Что знаешь, что он будет работать. И вот, когда она была в благоустройстве, в этом канале работала, Шавель посылал сюда, говорит, вот если она посмотрит, примет тебя, значит, пойдешь работать. А если нет, я ничего не решаю. А это Жанна Бачанова, старший диспетчер автотранспортного цеха. А ее первая должность звучала так. Заведующая копировально-множительным бюро и вычислительной техники. Каждое утро наша героиня просыпается в 5 утра, а в 7 уже на своем рабочем месте. Чтобы в случае аварии на трубопроводе быстро среагировать и выпустить технику на линию. С автотранспортного цеха и начинается утро водоканала. В 7 утра все уже на своих рабочих местах. Диспетчер, начальник, механики, водители. Жанна Бачанова считает, что главная задача диспетчера – это нести людям хорошее настроение, чтобы работа быстрее и легче спорилась. А это невозможно без трех составляющих. Уважение, понимание и дисциплины. Здесь будут работать те люди, которые пропитались водоканалом. Когда они берут это, тогда они здесь остаются, здесь они работают. Когда они понимают, что водоканал – это твоя семья, когда это твоя жизнь, когда это твои друзья, когда это твоя любовь, вот тогда люди здесь работают. Вот это моя жизнь. Поэтому я без этого не представляю уже другую жизнь без водоканала. Как правило, на промышленном производстве не принято делить труд на женский и мужской. Однако движущую силу красоты никто не отменял. И многие трудовые подвиги так бы и остались в планах, если бы не легкие взмахи женских ресниц. Многоликие, очаровательные, хрупкие и сильные, нежные и строгие, чуткие и внимательные. Не перечислить всех качеств, которые присущи дамам на производстве. Можно сказать лишь одно – женщина остается женщиной всегда и везде. Любите и берегите своих женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова